всем привет с вами магазин пряжа не бабушка и в этом видео мы научимся вязать ажурные узоры узоры с дырочками сейчас лето и этот вариант вязания подходит для летних моделей как нельзя лучше но не только летом нам пригодятся подобные приемы например я сейчас вяжу вещь которую можно носить и зимой и летом и осенью и весна это палантин из пряжи селка люса вы конечно же у меня спросите что за пряжа что за описание поэтому я вам сразу скажу внизу оставлю ссылку и на пряжу это силка люса напомним мохер на шелке с люрексом от лана гросса вот у меня последний четвертый моточек остался расход на это изделие 4 моточка будет автор описания аня никитина и его можно будет купить у нас на сайте как всегда вон там где-то внизу будет ссылка на описание этого палантина но так вот возвращаясь к ажура ажуры лето конечно создано для ажуров зачем еще нам лето ну в общем давайте посмотрим как можно использовать эти самые дырочки не только в летних но и как видите в других вариантах возможно тоже в конце этого видео мы научимся вязать вот такой чудесный узор он мне кажется как нельзя лучше подойдет для вязания современных моделей потому что всяческие такие вот ромбы треугольники листики и иногда бабушкиным каким-то вязанием отдают такие простые варианты дорожки например с дырочками асимметричными это вариант для уже более современного изделия я сейчас в прекрасном отпуске на даче до связываю и снимаю параллельно мастер-класс по вязанию вот этого пуловер который также на нашем youtube канале выйдет ставьте вот здесь где-то колокольчик себе уведомление чтобы не пропустить ну и у меня просто не было другого вида пряжи я стала использовать для образца для сегодняшней тренировки тоже эту пряжу это ломана перла шелк baby альпака и хлопок в составе три с половиной четыре с половиной рекомендованные спицы запасайтесь этой пряжи если будете вязать вместе со мной вот такой пуловер у меня упаковка была 10 но я рассчитываю что в 8 уложусь ну так вот для тренировки для сегодняшнего образца я набрала 11 петель провязала два ряда лицевой гладью 11 подойдет потому что мы потом в конце вы помните будем учиться вязать вот такой классный узор вы давайте сначала познакомимся что такое накид и за счет чего собственно образуются дырочки первую петлю снимаем не провязывая давайте провяжем две петли просто лицевой гладью и теперь смотрите накид мы нить двигаем к себе и набрасываем от себя на спицу вот таким движением просто нить на правую спицу давайте еще раз повторю у нас обычное стандартное положение нить за работой мы ее переводим к себе и набрасываем от себя на спицу это простой накид дальше смотрите накиды провязываются в изнаночном ряду чаще всего как изнаночные петли поэтому если мы провяжем накид у нас будет плюс одна петля то есть мы нарушим общее число петель в нашем вязание поэтому нам нужно сократить следующие две петли как это можно сделать например провязав две петли вместе данный способ то что я делаю называется одна простая протяжка или 2 вместе с наклоном влево я потом покажу вам условное обозначение как они будут выглядеть в схемах и так мы сделали накид 2 вместе провязали давайте провяжем еще одну лицевую опять движением к себе от себя на просили нить сняли петлю провязали лицевой и набросили снятую не провязанную петлю на лицевую это первый ряд давайте посмотрим как это изображается обычно в схеме накиды иногда изображаются в виде кружочкой иногда в виде перевернутой подковы вот здесь два подряд накида это двойной накид они чуть позже поговорим дальше мы провязали две петли вместе с наклоном влево иногда это изображается вот такой стрелочкой вниз иногда вот такой диагональной линии схемы разные условные обозначения разные поэтому обращайте внимание на то что пишут вот этот прием который мы сейчас провязывали иногда называется еще раз повторю 1 простая протяжка в работе изнаночный ряд и все петли в изнаночном ряду мы провязываем изнаночными накид провязываем изнаночной так до конца ряда давайте посмотрим как выглядит наше вязание вот они дырочки ажурные которые у нас образовались в результате того что мы сделали накид дырочки могут располагаться в один ряд могут располагаться в шахматном порядке это уже будет ажурный ажурный ужор ну что двигаемся дальше мы с вами выполнили накид 2 вместе давайте попробуем теперь провязать в другом варианте петлю первую кромочную снимаем и теперь 2 вместе петли нам нужно провязать и это будет с наклоном вправо потом делаем накид вяжем лицевые петли но мы пока тренируемся да и в ажурных узорах вот как раз такое сочетание последние две петли вместе опять провязываем сразу захватом за переднюю стенку и провязываем мы потом выполняем накид и у нас получится то же самое что в начале ряда ажурные узоры это как раз вот варианты сочетания вот этих разнонаправленных наклонов то вправо то влево будет еще вариант когда мы провязываем одновременно три петли это следующий вариант давайте я покажу как на схемах изображается тот прием который мы только что сейчас с вами провязали вот такой скошенный треугольник или галочка с цифрой 2 или диагональная вот такая палочка это вариант того приема который мы только что использовали 2 вместе лицевой с наклоном вправо если мы посмотрим на полотно это будет выглядеть именно то мы с вами посмотрели простые накиды и вариант провязывания двух петель одновременно с наклоном влево и с наклоном вправо давайте теперь посмотрим как провязать двойной накид при провязывании двойного накида у нас образуется дырочка большего размера кромочная 3 лицевых и теперь смотрите я провязываю 2 вместе с наклоном вправо завожу нить к себе делаю накид 1 и еще раз 22 накида у нас на правой спице следующую петлю я снимаю не провязывая то есть у меня пошла уже одна протяжка провязала лицевой и набрасываю снятую петлю на провязываем вот эта дырочка у нас будет чуть больше и особенность провязывания этого накида будет заключаться в том что когда мы вяжем изнаночный ряд мы 1 накид будем провязывать изнаночной петлей а 2 изнаночной скрещенной и так 1 накид провязываем изнаночный раз набрасываем нить на левую спицу и провязываем 2 накид как изнаночную скрещенную и до конца ряда изнаночные петли придерживайте накид большим пальцем правой руки когда провязываете ну вот здесь можно сравнить наши дырочки вот эта дырочка от двойного накида вот эта дырочка от одинарного и двойной накид в схеме будет выглядеть вот так именно узор с двойными накидами мы с вами будем учиться вязать в конце этого видео следующий вариант который встречается в схемах вот такие изображения у меня в схеме палантина люса вот такое изображение это когда мы три петли провязываем вместе по другому еще это называется двойная протяжка как ее выполнять вот эти все три значка могут встречаться в схемах разных авторов для вязания используем все тот же образец кромочную снимаем 3 петли лицевых делаем накид мы уже умеем это делать накид а теперь смотрите я завожу спицу под 2 петли так как мы провязывали помните две петли лицевой но я их не провязываю а снимаю следующую петлю я провязываю лицевой и набрасываю эти две снятые на нее надеюсь вам видно было но мы этот прием еще раз повторим получается вот такая вот центральная петля 1 красивая и еще один накид делаем потому что мы сократили две петли одну и вторую справа и слева следующие три петли я провязываю лицевой и в изнаночном ряду вяжем по узору изнаночными петлями изнаночный ряд у меня завершён и давайте еще раз потренируемся и провяжем еще один ряд с двойной протяжкой я делаю накид за две петли завожу спицу снимаем их не провязывая следующую петлю провязываю лицевой и набрасываю левой спицы подхватываю набрасываю 2 не провязаны на лицевую петлю делаю еще один накид дальше провязываем 3 лицевых нас кратность петель в этом образце получилось очень удачная опять накид 2 петли не провязывая лицевая и левой спицы подхватили набросили накид и кромочная в принципе так вот можно провязать целое целое изделие в шахматном порядке чередуя для этого вам нужно будет рассчитать количество петель кратное трем плюс 3 петли для симметрии вот такой маленький хаотичный образец но на самом деле это основные несколько приемов которые используются в вязании ажурных узоров дальше все будет дело в схеме которую вы выберете это кстати могут быть сочетание схем с ажуром плюс перемещением петель у меня старенький журнал но здесь вот как раз листики ромбики все что нужно какой-то год маленькая диана 2003 год сегодня мы с вами рассмотрели основные приемы вязания ажуров это накиды их условное обозначение простой накид двойной накид это 2 петли провязаны вместе с наклоном вправо с наклоном влево это же вариант их обозначений и 3 петли провязаны вместе с центральной петлей по середине я решила перед тем как показать вам все-таки узор тот который обещала показать еще раз возможные варианты провязывания трех петель вот у меня здесь кратность как раз 3 очень удобно для сравнения как раз все это вам показать первое снимание провязывая тот вариант который мы уже с вами знаем накид снять две петли провязать лицевую и набросить снятую снятые точнее накид и еще раз накид потому что у нас здесь будет три петли также провязываться это способ провязывания трех петель одновременно с наклоном влево снимаем одну петлю не провязывая провязываем одновременно 2 и набрасывая снятую это у нас получилось 3 петли с наклоном влево накид к этому вязанию относится к этим трем петлям следующий накид вот здесь и здесь вариант 3 петли одновременно сразу за три передние стенки хватаемся чуть-чуть неудобно потому что это в конце в середине полотна будет проще заходим сразу за три передние стенки и провязываем вот так и накид ну соответственно следующий ряд у нас будет изнаночной нужно будет провязать можно не провязывать распустить в общем вы поняли три разных варианта провязывания 3 петли одновременно и так возвращаемся к нашему узору кратность узора будет 3 плюс 2 петли для симметрии с одной стороны и 4 с другой первые четыре ряда это лицевая гладь я уже провязала и следующий смотрите давайте сразу разберем накид 3 вместе 1 двойная протяжка то что мы делали двойной накид 1 двойная протяжка двойной ну и так далее и у нас как раз 11 петель плюс 2 кромочные набраны на нашем образце и давайте потренируемся шестой ряд у нас будет провязываться как изнаночная плюс изнаночная скрещенной 2 накид 7 ряд будет 2 лицевые накид будет 2 вместе с наклоном влево ну и так далее давайте мы будем схему далеко убирать первые четыре ряда я уже провязала сейчас в работе пятый ряд сброс снимаем кромочную накид 1 двойная протяжка накид еще один накид опять две петли снимаем не провязывая провязываем лицевую и набрасываем снятые на двойная протяжка накид еще один накид и провязываем одну двойную протяжку последний накид и кромочная вязание повернуть и вяжем изнаночный ряд изнаночная и 2 накид подряд когда идет провязываем его изнаночной скрещен изнаночная 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 вот они первые наши двойные накиды 2 накид провязываем изнаночной скрещенной опять изнаночная седьмой ряд начинается с двух лицевых петель кромочную снимаем не провязываю лицевая лицевая 1 накид и одна простая протяжка 1 снимаем петлю 2 провязываем и протягиваем через снятую 1 лицевая накид 1 снимаем петлю провязываем лицевой и набрасываем опять две лицевых в конце вот такие вот дырочки интересные асимметричные получились то есть одна вот такая большая и в следующем лицевом ряду одна маленькая чуть чуть правее в целом этот узор выглядит вот так его можно и на палантина использовать на шарфы на кофточке целиком я думаю что это будет необычная вещь ну а следующем видео мы с вами уже научимся вязать по кругу вот такой вариант ажурного сетчатого узора где накиды и смещение вправо влево петель происходит в каждом ряду то есть здесь у нас ряда с изнаночными петлями нет не пропустите следующее видео и уже скоро начнем все вместе вязать такой чудесный пуловер перла с рукавом реглан сверху для следующих видео пока пока